Россия. Подросток зарезал выходца из Узбекистана. Дополнительные платежи для мигрантов в России. Генпрокурор Таджикистана. Не пытаем, бороды не бреем, хиджабы не снимаем. Очередной трудовой мигрант из Центральной Азии стал жертвой убийства россиянина. Трагедия произошла 28 июня в деревне Лесколова Всеволожского района Ленинградской области. 15-летний подросток зарезал выходца из Узбекистана, сообщает корреспондент подробно УЗ. Как сообщили российские СМИ, причиной конфликта стала ситуация на дороге. Мигрант из Узбекистана якобы сделал замечание ехавшему на мопеде юноше за то, что тот не пропустил его на переходе. Конфликт, начавшийся на улице, продолжился в магазине, куда юный убийца зашел вслед за узбекским мигрантом и, не побоявшись наличия свидетелей, полез в драку, после чего нанес мужчине несколько ударов ножом. Пострадавшего доставили в больницу, где он и скончался. Отдельно следует отметить, что на кадрах с камеры видеонаблюдения отчетливо видно, что другие посетители магазина спокойно наблюдают за совершающимся на их глазах убийством и совершенно не пытаются остановить происходящее. МВД России предлагает ввести дополнительные платежи для мигрантов, которые работают в России на основании вида на жительство, ВНЖ или разрешения на временное проживание. РВП, но не обязаны оплачивать патент. В ближайшее время ведомство предложит соответствующую инициативу для согласования Минтруду и Минэкономики. Об этом сообщает издание «Коммерсант», ссылаясь на копию документа, оказавшегося в их распоряжении. По данным МВД, количество мигрантов, которых могут коснуться новые правила, более 1 миллиона человек. Отметим, что на данный момент владельцы РВП и ВНЖ имеют право работать на основании госпошлины в размере 1600 рублей и 3500 рублей. Это дает их детям право на посещение детских садов и школ. При этом такие работники не платят социальные взносы. В будущем хочу, чтобы поехать себе в Узбекистан и там уже остаться. 2 июля в Женеве в рамках 126-й сессии Комитета ООН по правам человека делегация Республики Таджикистан по поводу соблюдения прав человека в стране и выполнению Международного пакта о гражданских и политических правах выступила с докладом. Правительственную делегацию, в которую входили начальник управления гарантией прав человека, исполнительного аппарата президента Таджикистана Абду Джабор Сатторзода, уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умет Бобо Зода, замминистра юстиции Таджикистана Шахзуда Нодири, а возглавил ее генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон. В ходе своего доклада Юсуф Рахмон заявил, что правительство Таджикистана уделяет особое внимание выполнению своих международных обязательств по обеспечению прав человека. Также он рассказал о борьбе властей с пытками заключенных и задержанных и заявил, что соответствующие структуры во время допросов соблюдают все права задержанных. Оскорблять или унижать задержанного никто не имеет права, заявил он. Генпрокурор Таджикистана также отметил, что в Таджикистане не преследуются религиозные активисты. По его словам, в Таджикистане никто не заставляет мужчин забривать бороду. Более того, он также назвал ложным многочисленные сообщения о том, что стражи порядка насильно снимают сатры и хиджабы с женщин. Наблюдатели отмечают, ни для кого не остается секретом то, как силовики в Таджикистане уже в течение многих лет под пытками фабрикуют уголовные дела в отношении неугодных режиму по религиозным и политическим мотивам. По тем же самым мотивам тысячи человек, покинувших страну, объявлены в розыск. Правозащитники отмечают, что на сегодняшний день число таджикистанских заключенных, осужденных за политические взгляды и религиозные убеждения превысило 3000 человек. Для сравнения, в 2012 году их количество было около 450 человек. Кроме того, в соцсетях регулярно публикуются сообщения о проведенных рейдах на улицах городов и населенных пунктов страны с целью задержания женщин в исламском одеянии. В стране зафиксированы факты того, что женщина в хиджабе и сатре не разрешает вход в школы, больницы, поликлиники, детсады и другие. Даже на рынках женщин заставляют снимать с себя хиджаб, вследствие чего множество женщин, в том числе находящихся в тяжелом материальном положении, лишились работы. Продолжение следует...